Сегодня в Новочебоксарске стартовал чемпионат по Волжье по легкой атлетике. А завтра там же начнутся и всероссийские соревнования на кубок главы Чувашии. В республику приехали сотни спортсменов и их тренеры. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с главным тренером сборной России по легкой атлетике Юрием Барзаковским. Юрия Барзаковского Михаил Игнатьев встречает как давнего друга. Олимпийский чемпион Афин и главный тренер сборной России в Чувашии частый гость. Чебоксары уже шесть раз принимали национальный чемпионат по легкой атлетике. И всероссийские соревнования на кубок главы Чувашии традиционно открывают новый спортивный год. 44 спортсмена из республики в прошлом году были в составе сборной России. На соревнованиях в Новочебоксарске выступят сильнейшие. Особое внимание будет приковано к сектору для прыжков с шестом. За кубок победителя поборется с соперницами двукратный призер чемпионата мира в помещении, заслуженный мастер спорта России Анжелика Сидорова, которая представляет Чувашию. Михаил Игнатьев и Юрий Барзаковский обсудили и вопросы проведения летнего легкоатлетического чемпионата. Спасибо огромное за доверие в проведении этих соревнований. Но и в этом году сотый чемпионат России по легкой атлетике будут проходить у нас. Летние состязания станут отборочным этапом на мировые соревнования. Юрий Барзаковский отметил, что из представительниц Чувашии хорошие результаты демонстрируют марафонки Татьяна Архипова и Алина Прокопьева, которые выступали на международных стартах. Большие надежды подает и бегунья Екатерина Ишова. Огромное вам спасибо за то, что проводите соревнования на ваш клубок, который проведут 12 числа. И спасибо, что приняли сотый чемпионат. Я уверен, что вы проведете как-нибудь другой. Чуваксар всегда был на мольным местом. Чуваший на мольным местом был для сборной команды как отборочный этап к официальным стартам. А чемпионат мира по легкой атлетике в 2019 году впервые в истории будет проведен в Дохе, в столице государства Катар. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.